Москва, 21 мая, РИА Новости Член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев не отметил проблем с организацией выборов президента Венесуэлы. По его оценке, международные избирательные стандарты в значительной мере соблюдены, хотя голосование идет сложно. Поскольку выборы проходят в достаточно политизированной обстановке. В воскресенье в Венесуэле проходят президентские выборы. Всего в выборах принимают участие четыре кандидата – последователи умершего лидера страны Угачависа, действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Ринальдо Кихада и бывший пастор Хавиер Бертуччи. Лихачев как представитель ЦИГ РФ наблюдает за воскресными президентскими выборами по приглашению коллег Национального избирательного совета Венесуэлы. Голосование, действительно, идет очень сложно, потому что обстановка такая политизированная. Изнутри, противостояние между сторонниками Чависа и оппозиции, создается впечатление, что многие оппозиционеры решили сегодня голосовать ногами, что называется, сказал Лихачев РИА Новости по телефону в ответ на просьбу рассказать о ходе голосования. С другой стороны, имеет место и очень сильное внешнее влияние, прежде всего, со стороны США, их союзников в латиноамериканском регионе и некоторых стран Евросоюза, продолжил собеседник агентства. Речь идет и о том, что в некоторых странах в день выборов даже создавались трудности для голосования граждан Венесуэлы, проживающих за границей, уточнил он. Самый большой скандал вызвал отказ канадских официальных властей разрешить проголосовать гражданам Венесуэлы, которые проживают в этой стране. Вольно напрашивается аналогия с той ситуацией, которую имели граждане Российской Федерации, проживающие в Украине, в ходе последней президентской кампании России, пояснил член российского центра избиркома. Он отметил, что коллеги в Венесуэле разделяют мнение о необходимости обсуждать на международных площадках подобные факты нарушения избирательных прав гражданин. Над этими моментами, киевская ситуация, позиция Канады, такого рода факты и по другим странам есть. Надо поразмышлять на площадках. Может быть, гуманитарную структуру ООН, в рамках межпарламентского союза, обсудить или сделать мониторинг. Как осуществляется международное избирательное законодательство, какие есть проблемы и какие, может быть, международно-правовые инициативы следует разработать, полагает Лихачев. Он добавил, что избирательная кампания в Венесуэле вызвала и достаточно серьезный интерес международной общественности. По его словам, в наблюдении за этими выборами участвуют около 400 международных наблюдателей со 60 стран. Российская сторона представлена также представителями некоторых общественных организаций, например, Российского фонда свободных выборов и научно-академической общественности, в частности, Института Латинской Америки РАН, рассказал Лихачев. Впечатление у меня такое, опираясь на международные избирательные стандарты, могу сказать, что они здесь в значительной мере соблюдаются. Национальный избирательный совет проделал действительно очень серьезную, большую организационную работу. С точки зрения организации никаких проблем нет, подчеркнул наблюдатель от ЦИК РФ. Собеседник агентства отметил, что беседовал с президентом страны Николасом Мадуро, встречался с министром иностранных дел Венесуэлы Форки Ариаса, представителями общественных движений. Представители МИД Венесуэлы подчеркивали приоритетное значение сотрудничества с Россией, высказывали готовность к новым формам взаимодействия, в том числе по линии электоральной дипломатии, рассказал Лихачев. Он добавил, что в рамках его визита буквально в первый день состоялся обмен протоколами о сотрудничестве между ЦИК РФ и ЦИК Венесуэлы, которые были подписаны 15 мая одновременно в Москве и Каракасе в режиме видеоконференц-связи. Продолжение следует...